С вами Fashion Concert Здравствуйте. Очень приятно быть на вашем вечере. Расскажите, пожалуйста, когда у вас появилась идея вообще создать подобное бюро красоты? Да, знаете, на самом деле я девочка, и мне кажется, что каждой девочке в какой-то момент хочется создать вот что-то такое, связанное с салоном красоты, либо с бюро красоты, либо там открыть какой-то свой магазинчик, где они продают какие-то штучки прикольные, да, как бы, либо ухаживать за собой. И вот, и у меня такая мысль была очень давно, но она была не идеей, а просто мыслью, как бы, да, и вот буквально там пару лет назад я задумалась о том, что было бы неплохо открыть что-то свое, вот, у меня появились очень хорошие мастера, подруги мои, знакомые, с которыми я уже долгие годы работаю, как бы, да, и я поняла, что пора бы их забрать к себе, вот, и сделать что-то свое, как бы, собрать их в одном месте, потому что я всегда очень сильно заморачивалась тем, чтобы сделать даже там прическу себе волосы, потому что наращиваю волосы у одного мастера, прокрашусь у другого, там, стригусь у третьего, и поэтому я собрала все это в одно место для того, чтобы можно было и мне это сделать, и другим людям, которые придут, попробовать сделать так же, как и я. То есть у вас будут работать фактически все ваши знакомые, никаких мастеров со стороны? Да, у меня очень тщательно подобран персонал, вот, очень хороший коллектив, всех я знаю, вот, поэтому мы давно знакомы, я говорю, я знаю, как они работают, вот, потому что ни разу это я все проверяла, и поэтому мне даже, знаете, как-то не страшно, что что-то пойдет не так. А на какую клиентуру вы ориентированы? Возраст, там, род занятий? Да, вы знаете, мне кажется, что там маникюр, укладки, стрижки и покраски нужны девочкам и мальчикам каждый день любого возраста, неважно, какого эти люди, вот, поэтому ориентировочно это будет среднестатистический человек, вот, как бы, будет еще лакшери линия, как бы, для артистов, звезд, которые хотят, там, что-то индивидуальное, потому что у меня будет два варианта даже окраски, одна будет лакшери, вторая среднего плана для, просто, посетителей, которые будут заходить к нам в гости, вот, которые не могут позволить себе большой чек, вот, поэтому у каждого будет выбор, вот, будет более дорогая линейка и будет более доступная. Да, а еще скажите, пожалуйста, вот я вижу у вас очень красивую татуировку, ваш салон будет заниматься только укладкой, маникюром и прочим, не будет какого-то расширения? Такого, такого трэша там не будет, вот, все будет очень прилично, красиво, вот, мы сможем ее нарисовать разве что хной, вот, потому что, мне кажется, не каждый вообще человек на такое согласится, вот, это у меня экстрим заиграл где-то внутри, поэтому мы будем рисовать татуировки только временные. А сами вы будете делать укладки и подобно в своем салоне, или уже в других? Конечно, естественно, я же говорю, там все мои мастера, все мои близкие, знакомые, все те, с кем я работаю, вот, все более я приобрела очень много новых полезных знакомств, вот, поэтому я думаю, что я вообще не буду выходить из этого салона. Спасибо, что ответили на наши вопросы, удачной вам презентации. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к мероприятию вашей подруги? Замечательно, как раз, тем более, как я на нем присутствую, то отлично. Как вы вообще относитесь к индустрии красоты? Вам очень важен внешний вид, если не брать в расчет профессиональную надобность, хорошо выглядеть? На самом деле, я особо над этим не заморачиваюсь, но, но на самом деле это важно, да. Я, по крайней мере, знаю, что это важно. Ходите в салоны красоты? Есть силы и время над этим. Я хожу, начал ходить, точнее, знаете, там, за бородой ухаживаю, там, красиво делаю прически, барберы, да. Вот теперь буду ходить в Асте. А касаемо одежды? Одежду я люблю, я люблю очень шопиться, люблю ходить по магазинам, да, постоянно что-то покупаю. И вот то, как вы одеваетесь на работу, оно соответствует тому, как вам самому хотелось одевать? Да, ну, слава богу, у меня такая работа, в которой я могу себе позволить все, и одеваться так, как я хочу, и, соответственно, чтобы все соответствовало моему внутреннему миру. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к индустрии красоты в целом? Позитивно. Чем больше, чем развити индустрия красоты, тем красивее наши девушки. А мужчины? И мужчины тем мужественнее. Вы много времени уделяете своей внешности? Я уделяю не так, могу сказать, что много времени, но я делаю элементарные вещи, которые мужчины могут сделать. Я пойду на какую-то релаксацию для кожи, для тела, но как бы ничего такого, ну, немного времени. Мне пока, думаю, рановато, чтобы прям много времени. То есть в салон красоты вы не ходите? Хожу, но такой, на релаксацию больше. А в салон Анны пойдете? Конечно. Каждый день буду ходить. Каждый день буду ходить. Если у меня не будет проблем с кожей, с красотой, я их себе создам, но буду ходить в этот салон. В первую очередь я хотела поблагодарить каждого, кто пришел сегодня разведить со мной это событие, потому что для меня это мое детище, это первое такое, знаете, серьезное дело, которое я открыла. Помимо того, что я пою, делаю что-то для своему удовольствию, я еще ишла здесь. Что-то для удовольствия других. Мы будем делать вас красивее, мы будем делать вас счастливее. Друзья, Аня Асти, ваши будете смертны. Друзья, европейский брэд-коп-культ, Аня Асти, ваши будете смертны погромче! Аня Асти! Субтитры сделал DimaTorzok